Главный основной конвейер данного цеха. Как вы здесь видите, оно уже все полностью оборудование смонтировано. Идет уже наладка оборудования под рабочий цикл. Сергей Туленков рассказывает о ходе работ на новой площадке завода «Автодизель». Это, пожалуй, самый масштабный проект за последние четверть века в отечественном дизелестроении. Здесь будет производиться средний рядный двигатель ЕМЗ-530, поставщики оборудования, которое сейчас монтируют крупнейшие машиностроительные предприятия Европы. Технология будущего производства – самая современная. Все станки с числовым программным управлением. Каждый станок имеет свои особенности. Свои особенности программирования, свои особенности обработки. То есть, поэтому детально приходится разбираться с каждым станком. Площадку создает молодое поколение ярославских моторостроителей. Все они с опытом работы на ярославском моторном до новой производственной площадке были в команде проекта ЕМЗ-530. Хорошо знают особенности технологических процессов. Проходили стажировку за рубежом. Как, например, Сергей Туленков. Здесь он начальник цеха средних рядных двигателей. Возраст тех, кто создает новую площадку – от 25 до 35 лет. Проект производства двигателя ЕМЗ-530, кстати, был одобрен председателем правительства России Владимиром Путиным. Он подробно ознакомился с ним, когда посетил Ярославский моторный в июне 2010-го. Теперь проект реализуется. Линьи сборки, механообработки, испытания двигателей монтируют молодые и грамотные моторостроители. Отдается, конечно, предпочтение молодым ребятам. Оборудование очень сложное и все, оно работает на чипу. То есть знание персонального компьютера, знание иностранного языка. И просто даже молодежь, она, как правило, более такая восприимчива к большому объему информации. Им это интересно, что-то узнавать новое, постигать для себя. Инженерно-конструкторские кадры Ярославский моторный воспитывал на протяжении всей своей истории. Требования к специалистам были, как и сейчас, серьезные. Высшее образование, квалификация, интерес к профессии, позволяющий повышать объемы производства. В середине 70-х годов мы выпускали ежесуточно 367-370 моторов в сутки. Это большой объем производства, большая номенклатура самих двигателей. Это и оборона, это и сельское хозяйство, промышленность, стройки. Линия клинистового вала – это передовое, так сказать, воплощение нашего производства. Здесь задействовано оборудование передовых фирм-производителей станкостроительных. Это фирма «Хеллер», «ТБТ», «Наксос». Линия полностью автоматизирована. Автоматизация производства – это сегодня неотъемлемый фактор успешного развития предприятий сферы машиностроения. На новой площадке автодизеля практически готова линия сборки главного конвейера. Здесь идет технологическая проверка программного обеспечения будущего производственного процесса. Оборудование, как и везде, с ЧПУ. Весь персонал, который будет обслуживать линию, прошел обучение на крупнейших отечественных и зарубежных предприятиях. Оборудование с ЧПУ, то есть наладчики, которые сюда пришли, они проходили обучение на рыбинской фирме «Сатурн». Специально у нас цесаря проходили обучение в Германии на фирме «Гроб». То есть у них там были определенные курсы, им давали определенные навыки, знания. Эти новые знания используются по назначению. Место их приложения сегодня – новая площадка для производства 530-го двигателя. Посмотреть на линии, которые здесь монтируются, напоминает экскурсию. Настолько здесь все масштабно, современно и продумано для дальнейшей эксплуатации производства. Линия блока цилиндров. На данный момент также здесь ведется монтаж оборудования. После монтажа оборудования начнется также, как и на линии коленчатого вала, запуск, пусконаладка и окончательная приемка оборудования линии. Кстати, на «Автодизеле» ежегодно проходят научно-технические конференции молодых специалистов. В этом году конференция была проведена на тему модернизации и инновации дизелестроения – вклад молодежи в будущее российской экономики. Она была посвящена 95-летию Ярославского моторного. Ее участники представили 18 исследовательских и конструкторских проектов, которые оценивались по различным секциям. При оценке проектов учитывалась их актуальность для потребностей производства, инновационность, степень владения темой, наличие экономического анализа, а также оформление с использованием компьютерных программ. Хорошей традицией на «Автодизеле» стали дни открытых дверей для будущих моторостроителей. Кстати, сами молодые специалисты оценивают свою работу на моторном как возможность повысить свою квалификацию, стать универсальными в деле, которое обеспечивает нынешнюю экономическую мощь предприятия. То, что дают базу в университете, то есть это все достаточно ограничено. А здесь, по крайней мере, основываясь на этих знаниях, которые в университете получали, то есть это можно все реализовать. То есть вот эту теорию уже применить на практике. Одно из направлений молодежной политики предприятия – это спорт. Сейчас на заводе традиционно приветствуется участие молодежи в эстафетах, в том числе на призы газеты «Заводская жизнь», в лыжных гонках, а также в других массовых спортивных турнирах. Фотографии из музейного фонда предприятия свидетельствуют – здоровому образу жизни здесь всегда уделялось большое внимание. Даже ветераны завода сейчас выглядят молодо, вспоминая о том, как они проводили выходные дни на разных спортивных соревнованиях. Первое воскресенье, там, 3-4 июля, это значит, участие принимали, ну, я не знаю, значит, в каждой группе у нас принято, в каждой команде принимало по 27, по 20, 80. Тут и велосипед, тут и лодки, тут и плавание, и все. И знаете, это так сплачивало коллективы. Каждый коллектив готовился, и выходили кто победителем, а кто-то и побежденным. Молодежь завода была его активной частью всегда, это также подтверждают ветераны. Секретарь комитета ВЛКСМ завода Георгий Потапов был делегатом 15-го съезда комсомола. Человек он был авторитетный и деятельный, вспоминает, как молодые рабочие в своем кружке обсуждали проблемы предприятия. Он пришел к ним, послушал и понял. Молодежь готова бороться с недостатками, поскольку знает их и говорит об этом. У них там такие споры пошли, и когда эти все споры прошли, я поучаствовал немножко. Вы знаете, я говорю, они думали, ну сейчас, секретарь комсомола, разнесет их. Я говорю, вы знаете, вы правильно все говорили. Я когда уходил, я говорю, ну, а мы думали, что теперь нас закроют. Я говорю, да вы чего, ребята. Основная цель молодежной политики на автодизеле – развитие и поддержка работающей молодежи, реализация ее профессионального и творческого потенциала в интересах предприятия. Открытие новой площадки ЕМЗ намечено на осень. Тогда же будет отмечаться и 95-летний юбилей крупнейшего предприятия двигателестроения. Уже сегодня можно сказать, что в его достижения молодежь внесла и продолжает вносить свою лепту.